Итак, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ. Время бизнес-класса. Это программа, в которой мы встречаемся с наиболее успешными бизнесменами России. И просим их рассказать. Пытаем, я хотел сначала слово, так потом думаю, нет, это будет некорректно, наверное. И просим их рассказать о том, как стать бизнесменом, как стать успешным бизнесменом, потому что наверняка это дело нелегкое. Ну, это действительно так, каждый день мы с вами в этом убеждаемся. Итак, уважаемые слушатели, я представляю своего сегодняшнего гостя в студии бизнес-класса Сергея Быковских, президент компании «Хэнкель» в России. Добрый день, Сергей. Добрый день, Олег. Сегодня мы будем говорить, как вы понимаете, уважаемые слушатели, на тему рынка косметических средств России. Поговорим об этом детально, подробно. Если у вас есть вопросы к сегодняшнему гостю, а может быть и собственные наблюдения, на этот счет вы, уважаемые слушатели, имеете возможность присниться к нашей беседе. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Все это вам может потребоваться для того, чтобы вопросы свои задать. Ну и, начиная наш эфир, Сергей, первый вопрос. Рынок косметических средств в России. Вообще, есть рынок косметических средств в России? Я, собственно, поясню свой вопрос. Очень часто, когда мы говорим о развитии той или иной остросли в Российской Федерации, мы, естественно, вспоминаем некое совсем непродолжительное время. Что было 20 лет назад, это был еще Советский Союз или только зачатки рыночных отношений. И понятно, что за этот короткий промежуток времени очень часто невозможно полноценного рынка создать. Просто по определению. Для этого более продолжительное время. Вот есть рынок в России сейчас? Олег, у нас не просто рынок, я бы сказал, у нас рынище. Замечательно. Так. Мы рынок объемом, если брать все косметические средства вместе, мы рынок объемом порядка 10 миллиардов евро. Это рынок номер один в Восточной Европе. И в мире мы занимаем далеко не последнее место, мы входим в десятку крупнейших рынков. То есть, если сравнить, допустим, Россию, Европу, Россию, Америку, Россию, ну я не знаю, что принято сравнивать. Ну, нас принято сравнивать, конечно, больше с Восточной Европой. Мы относимся к региону Восточной Европы. И мы в этом регионе рынок номер один. Если сравнивать наш рынок по количеству населения, то, конечно, нас совершенно можно спокойно сравнивать и с Европейским Союзом. У нас 140 миллионов населения в России, если брать рынок СНГ, это уже больше 200 миллионов. Вы можете сравнивать наш рынок по количеству населения и с американским рынком. Понятно, что это население может быть не такое состоятельное, но доходы растут. То есть, это рынок с очень большим потенциалом, и 10 миллиардов это не предел, рынок будет расти. Здорово, здорово. Ну, надо, наверное, упомянуть о том, что компания Henkel, да, это иностранная компания. И какое-то время назад она оказалась в России. И, собственно, задача, которую она решает при этом, пожалуйста, Сергей. Компания Henkel, компания с немецкими корнями, нам больше 130 лет. Мы глобальная компания, мы оперируем на самых разных рынках, в том числе и на российском рынке. Мы пришли сюда больше 20 лет назад, точнее говоря, в начале 90-х. И за это время выстроили очень успешный бизнес. Мы для глобального бизнеса Henkel, Россия, наш бизнес в России, значим место номер 3. Мы страна номер 3 после США, после Германии. Россия в объемах продаж занимает третье место. Ну, это серьезно. И для России, наверное, это достаточно позитивная цифра. Это отличная цифра, это отличный мотиватор для всей российской команды, которая работает в нашей компании. Люди гордятся этим достижением. Кстати, в прошлом году мы превысили порог продаж в 1 миллиард евро. Я так понимаю, что это достаточно значимая цифра, да? Если вы говорите об этом с гордостью, да? То есть это ориентир некий. Абсолютно. Это ориентир, но это не предел, конечно же. Так, хорошо. Если опять возвращаться к разговору о рынке. Вот есть компания, которую вы сегодня представляете. Помимо нее на российском рынке представлены какие-то крупные или, может быть, там, средние игроки. Есть ли конкуренция в этой среде? Ну, а в этом плане российский рынок абсолютно не отличается от других развитых, сложившихся рынков. Здесь присутствуют все большие ребята, с которыми мы встречаемся. В Германии, во Франции, в США. То есть по той же самой причине, да, они также рассматривают российский рынок, да, как достаточно потенциальную? Безусловно, я думаю, нет ни одной глобальной компании, которая имеет глобальные амбиции, которая игнорировала бы российский рынок. Просто потому, что это рынок с очень большим потенциалом. Именно по этой причине наша компания уделяет этому рынку большое внимание. За последние пять лет мы сюда инвестировали более 120 миллионов евро. У нас здесь шесть производственных площадок, у нас 22 офиса по продажам по всем регионам. Мы сумели добиться здесь лидирующих позиций во всех категориях, в которых мы работаем. А наша компания оперирует не только в косметике. Мы начали разговор с косметикой, это один из бизнес-секторов. У нас еще есть бизнес-сектор, связанный с производством и продажей чистящих и моющих средств. И у нас есть большой, очень интересный сектор, связанный с производством клеев и технологий. У нас есть как потребительские клея, так и технологический бизнес среди наших партнеров, клиентов, крупные машиностроительные предприятия, авиационная промышленность, электронная промышленность. И тем не менее, насколько жесткая конкуренция на российском рынке? Вы ощущаете ее? Конкуренция очень жесткая. Конкуренция очень жесткая, потому что все хотят на этом рынке расти, добиваться сильных позиций. Сергей, смотрите, мы буквально час назад в рамках бизнес-канала обсуждали текущую ситуацию в экономике России. И мои гости, эксперты, ну так, ничего позитивного не нашли, что сказать. По итогам второго квартала, да, не исключена уже рецессия в российской экономике. Ну, какие-то мы обсуждали моменты, которые позволили бы, да, как минимум ее избежать, ну, или там, какие-то ближайшие перспективы. Не нашли этих моментов, честно говоря. Вот такие крупные компании, как вы, да, ориентированные на российский рынок. Ну, опять-таки, если бы это российская компания, понятно, что ей здесь, она здесь появилась, ей здесь жить, ей здесь выживать. И у нее во многом, да, мотивация иная. Вот. Иностранная компания пришла сюда, освоила рынок, вдруг, ну, вдруг, не вдруг, ладно, там, как-то получилось так, что экономические ситуации не располагают. Она взяла, снялась, что называется, и нашла рынок другой. Вот вы, у вас ожидания по поводу дальнейших событий в российской экономике. Какие, объективно, там, да, оптимистичные или пессимистичные? Ну, я уже сказал, что мы пришли на этот рынок больше 20 лет назад, чуть более 20 лет назад. И, на самом деле, этот рынок нас научил оптимизму. Вот, смотрите, мы... Сергей, извините, 20 лет назад, это 93-й год. 91-й, да. 91-й, да, это когда все начиналось, по сути, конечно. Вот вы представьте, западная компания вышла на этот рынок. Я думаю, вы помните, что тогда происходило... Конечно, конечно. Западная компания, у которой есть уже опыт, да, многих десятилетий. Она знает, что делать, как делать, приходит сюда, а здесь просто, ну, я не знаю, даже не то, что чистое поле, а еще вот экскаватором его вот так вот откопали. Скопали экскаватором, вроде что-то построили, а там случился 98-й год. У кого-то сдали нервы, кто-то ушел. Я думаю, потом очень сильно пожалел. Мы продолжали развиваться, инвестировать. Строили свои производственные площадки, развивали дистрибуцию, выстраивали отношения с нашими торговыми партнерами, с сетями. Ну, то есть прецедент есть, да? Вы как минимум прошли через 98-й год. Дальше, 2008-й год, я так понимаю, продолжал вас закаливать, что называется, да? Ну, мы не только закалялись, мы просто смотрели в перспективу. Понятно, что могут быть временные трудности, но я сказал уже, что это очень интересный рынок. Больше 140 миллионов населения, и у этого населения растет благосостояние. При этом, естественно, мировая экономика, российская в частности, переживает сейчас не самые простые времена. Давайте сравним цифры. Баловый национальный продукт в Европе растет, ну, на 1%, в лучшем случае. Ну, Европа в рецессии, это уже официально признано, да. В России этот показатель лучше, с этой точки зрения мы уже более привлекательный рынок. Ну, а можно так вот напрямую связывать, да, экономику Европы, экономику России, исключительно по ООО? Ну, мы же говорим о глобальной компании, которая принимает для себя решение, я могу быть на этом рынке, на этом рынке, а на этом не хочу быть. В этом случае для глобальной компании разницы никакой нет, да? Европа ли это, Америка ли это, Россия ли это, показатели, показатели, показатели. А у Хенкель есть очень внятная стратегия, мы хотим, чтобы половина наших продаж к 16-му году и в процентном выражении, и в абсолютном выражении случалось и случилось на развивающихся рынках. И развивающихся... То есть вы ставку делаете на развивающихся рынках? Абсолютно. А насколько это оправдано? Это абсолютно оправдано, потому что развивающаяся часть мира, это та часть мира, которая обеспечивает компании высокий рост. Рост для нас принципиально важен. Это, как говорят, эффект низкой базы здесь, да, случается? Что вы пришли на развивающиеся рынки, ну и, естественно, вот у вас есть, что... Но на развивающихся рынках у нас уже не низкая база. Ну не у вас конкретно, в принципе, да? Чем привлекательны развивающиеся рынки, ну с любой точки зрения? Они привлекательны тем, что они в долгосрочной, среднесрочной перспективе растут, и они растут быстрее, чем зрелые рынки. И, соответственно, у них эта перспектива гораздо больше, да? Гораздо больше. Есть этот потенциал. Вот среди развивающихся рынков, помимо России, вы какие рынки рассматриваете? Какие вы назвали развивающиеся, собственно? Я думаю, очень важные рынки Центральной Азии и Ближнего Востока, очень важен рынок Латинской Америки, Тихоокеанский регион крайне важен, важна Африка, ряд стран Африки крайне важен. Это все развивающиеся регионы мира. И на все эти рынки вы тоже посматриваете? Мы на этих рынках активно работаем. Даже так. Восточная Европа. Да. Включая Россию. Сергей, значит, смотрите, мы сейчас прервемся с вами ненадолго. У нас в эфире новости на Финам.фм. Я хотел бы озвучить свою просьбу нашему слушателю. Ну нет, к сожалению, я опоздал. Павел нам дозвонился. Но, видите, у нас не было возможности послушать его звонок. Если у Павла будет, в свою очередь, желание и возможность, позвоните еще раз, задайте свой вопрос. Значит, сейчас у нас в эфире новости на Финам.фм. Ну, а потом мы продолжим наш эфир с Сергеем Быковским, президент компании «Хэнкель» в России. Итак, друзья мои, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.фм. В гостях у меня Сергей Быковский, президент компании «Хэнкель» в России. Мы говорим на тему рынка косметических средств. Ну, не совсем корректный, я так понимаю, да, Сергей? Не совсем речь не только о косметических средствах. Да, рынок этот более, как его правильнее было бы назвать? Он более емкий. Его можно назвать как рынок косметики и средств личной гигиены. Вот об этом мы сегодня и говорим. О рынке косметики и средств личной гигиены в России. Насколько он привлекательен, как он выглядит и, собственно, кто представлен на этом самом рынке. Уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе, задать вопрос. 65 10 99 6, код Москвы 495. Это телефон студии, телефон прямого эфира. И сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте, собственно, эти самые вопросы. Продолжим разговор, Сергей. Вот еще раз, если не возражаете. Тема, на самом деле, очень актуальна, на мой взгляд. Повторю еще раз, да, российская экономика, ну, так выглядит. Ну, как и мировая, впрочем, выглядит не очень, не очень. И компания, которая производит, да, производит и сбывает продукцию, наверняка должна быть озабочена в экономических условиях. Как она будет это делать, потому что спрос падает, платежный потон с населением падает. Это пока не ощущается все же, да, вернемся опять к российской действительности. Косметический рынок растет, на самом деле. Это говорит о том, что косметика представляет собой крайне интересную категорию для наших потребителей. А потом, Россия выгодно отличается от других рынков в этом плане. Вот есть исследования, женщин в разных странах мира, в разных регионах мира спрашивали о том, на что важно обращать внимание, чтобы хорошо выглядеть. Женщины в России говорят, нужно заботиться о волосах. Для нас это крайне важно, у нас большая часть бизнеса, это косметика для волос. А женщины в Европе говорят, не нужно комплексовать по поводу своего возраста. И своих волос, собственно, неопрятных. Совершенно разные установки. Даже если экономика испытывает трудности, женщины в России заботятся о том, чтобы хорошо выглядеть. Здорово, здорово, здорово. Меня порадовали сейчас. То есть опять мы говорим, да, как правило, есть некая ментальная специфика российской действительности. Вот здесь она ярко выражена, я бы так сказал. Очень хорошо. Если можно более детально, значит, помимо косметических средств, да, есть еще средства личной гигиены. И вот даже о клеях вы заговорили, если можно поподробнее. У нас есть очень известная марка, я думаю, если я скажу слово клей... Ага, все сразу да. Как вы ответите? Момент, я думаю. Ну вот. Я не оказался. А еще есть метилан. Я понял. Так вот, если говорить о этом сегменте, да, он, насколько он, так сказать, широк в России, насколько востребован в России? Это очень растущий бизнес, но посмотрите, в России много строят. В России много покупают продукции, необходимые для того, чтобы обустраивать жилье, вести строительство, необходимые для бытовых нужд. Так что это очень интересный бизнес. Ну, все же, да, я пытаюсь, так сказать, связь какую-то для себя, по крайней мере, нарисовать. Начинали вы как компания, производящая косметику, я так понимаю, да? Косметику исключительно. Мы в Россию вошли с производством чистящих и моющих средств. Мы начинали здесь с совместного предприятия в Тосно, под Санкт-Петербургом. В Энгельсе, простите, простите, на юге России. И мы начали с производства чистящих и моющих средств. Косметический бизнес вошел на российский рынок парой лет позже. Энгель выходил поэтапно, выводя один бизнес за другим. Это было сознательно. В принципе, вот компания, которая пытается завоевать новый рынок. Она, естественно, там проводит какие-то исследования, что наиболее востребовано, что наименее востребовано. И, наверное, такой осторожный шажок она сначала делает, да? То есть не сразу, давайте, ура, ура, шашки на голову, давайте попробуем. И вот почему именно попробовать вы решили с средств моющих и чистящих? Почему так? Неумытая Россия? Нет, нет, нет. У Хемкель на тот период очень хорошо развивался бизнес в Восточной Европе. Именно бизнес, который основывался на производстве чистящих и моющих средств. И Россия рассматривалась всегда как часть, как сильная, значимая часть региона Восточной Европы. Это та Европа, которая не входила в состав Советского Союза, да, и СНГ впоследствии. Это Европа, ну, имеется в виду, это Чехия, Польша, Восточная Европа. Ну, это то, что раньше называли странами Варшавского договора. Вот это как раз Чехия, Словакия, Польша. И логичным шагом, естественно, было продвижение и дальше на восток, в Россию. То есть подходы, я так понимаю, да, вот маркетинговые подходы примерно те же самые были. Как вы входили в Чехию, как вы входили в Словакию, так вы входили и в Россию. Есть сходство между потребителями, естественно. Конечно же, у каждого рынка есть своя специфика. Россию можно сравнивать и с Чехией, и с Польшей, а с другой стороны сравнивать очень сложно просто в силу географии. Россия ведь география номер один в мире, совершенно другая логистика, совершенно другие климатические условия. Да плюс наш бизнес же невозможен без наших партнеров, торговых точек, розничных сетей. В России концентрация торговли даже сейчас крайне невелика. Если говорить о том времени, это сильно фрагментированный рынок, совершенно другая дистрибуционная система. В России много своей специфики, которую нужно было осваивать заново и фактически начинать с нуля. Но вы абсолютно правильно сказали. На тот момент компания скорее тестировала рынок, она видела этот рынок как возможность. На тот момент не было плана, вот через 10 лет у нас будет полмиллиарда, а через 20 лет миллиард или 2 миллиарда. Такого на тот момент не было. Но было четкое понимание, это интересный большой рынок, и мы как компания хотим быть на нем. Вот о специфике давайте чуть подробнее поговорим. Действительно, начиная с того, что Россия это обширная территория, и заканчивая тем, что на момент появления вас конкретно на этом рынке и ваших партнеров не было. Просто здесь поле непаханное было. То есть самостоятельно надо было этим заниматься. Вот сейчас прошло 20 лет, все серьезно изменилось, или все-таки можно говорить о том, что изменилось это, ну, в пределах там, я не знаю, если не садового кольца, да, то в пределах там больших столичных городов или городов-миллионников. А, к сожалению, если говорить о регионах, то ВОСОН и не там. Можно я из вашего вопроса выдерну слово сад? Давайте. Потому что оно, мне кажется, очень хорошо позволяет описать, что изменилось. Вот когда вы в саду собираете яблоки, сначала их легко собирать, потому что внизу дерево осыпано плодами. Легко доступные они. Да. Вот все эти яблочки, которые висели внизу, они собраны. Мы выстроили дистрибуцию, у нас национальная дистрибуция. Те, с кем мы соревнуемся на рынке, сделали то же самое. Рынок растет, но он уже не растет, так как он рос 5 лет назад, 10 лет назад. У рынка хорошая перспектива, но двузначные темпы роста на этом рынке – знак вопроса. Рост дается гораздо более высокой ценой и требует совершенно других усилий. Плюс вы спрашивали о том, насколько этот рынок агрессивен. Одна из самых инвестоемких медиакатегорий на российском рынке – это косметика. Такого нет ни на одном другом рынке. Рекламодатели тратят больше денег на рекламу сотовой связи, на рекламу розничных сетей, на рекламу банковских услуг. В России колоссальные бюджеты тратятся на рекламу именно косметики. Это рынок очень агрессивный, и, естественно, соревноваться на нем гораздо сложнее. Этот рынок во многом находится в промежуточном состоянии между развивающимися и развитыми рынками. Скажем так, это развитый, развивающийся рынок. Вот эти изменения произошли за это время. Вот этим замечательным термином вы назвали именно рынок косметики. Я правильно понимаю? Развитый, развивающийся рынок – это рынок косметики России. Да, это имеет отношение к рынку косметики, но, я думаю, и ко многим другим категориям тоже, скорее всего. Хорошо. И очень важное тоже по поводу логистики, дистрибуции, понятно, взаимоотношения с торговыми сетями. Опять-таки, если вернуться 20 лет назад, не было просто такого понятия в России. Хотя за рубежом достаточно давно, я не говорю по известной знаменитой Walmart, который еще 100 лет назад появился в Америке. Сейчас ситуация иная, сейчас у нас есть, да, ну, как минимум, там, питочек, питочек достаточно серьезных торговых сетей. Как выстраиваются с ними взаимоотношения. И очень интересно мне всегда, смотрите, я воспользуюсь, да, услугами ритейла. Это огромный такой вот ритейл, он такой важный, и говорит, слушай, давай ты по моим правилам играешь. Я у тебя на реализацию брать ничего не собираю, или наоборот, беру у тебя на реализацию исключительно. Если что не продают, ты так забираешь это и молчишь, да, и довольный, и идешь дальше, там, продаешь где-то. Это, он, так сказать, с одним, что называется, да, партнером так может себя вести, а приходит другой партнер, он такой же важный, может быть, да, может еще и важнее. Вот как вот здесь взаимоотношения, да, одеяло на себя перетягивают. Я, пожалуй, начну опять же с того, что изменилось на российском рынке. Вот когда на российский рынок стали выходить первые розничные сети, или стали формироваться, в том числе и выходить первые иностранные игроки, а это был конец 90-х, начало нулевых, на рынке воцарилась паника, ну, упрощенно говоря, вот они сейчас все придут и съедят нас все. Совершенно верно, подомнут. И всем стало страшно, страшно. Вот я отношусь с большим уважением к нашим розничным партнерам. Вы знаете, что на российском рынке, а это рынок немаленький, мы уже говорили об этом, розничными игроками номер один, номер два являются как раз наши локальные российские сети. Они сумели добиться этого, обогнав своих иностранных конкурентов. Это очень здорово. Теперь об отношении партнерства. Я уже сказал, что с крайним уважением мы относимся к профессионализму и к тому доверию, с которым могут работать наши партнеры. Понятно, что мы партнеры, мы порой находимся по разные стороны баррикад, но партнеры должны договариваться. В конечном, да, вы абсолютно правильно сказали. Вот мои условия такие, а мои такие. Давайте искать точки соприкосновения. Давайте думать, как мы можем вместе выиграть. Бывает непросто или бывает даже очень сложно. Да мы плюс не одни. Другие тоже могут что-то предложить. Но в конечном итоге-то это здорово для потребителя. У него есть выбор, у него есть широкое предложение. Да, согласен абсолютно. Наверное, не совсем в тему, но тоже очень интересно. Вот на ваш взгляд, Сергей, в начале появляются торговые сети, некоторые из них пришли из-за рубежа, потом появились наши доморощенные, отечественные. И сейчас они все-таки на этом рынке, наверное, правила игры. Ну или как минимум в первых рядах стоят. Вот почему не произошло того, что огромные компании, зарубежные компании все-таки не заняли, точнее, большую долю рынка, а получилось так, что отечественные. Это опять связано с каким-то, с ментальностью какой-то, с отношением потребителя, да, вот я пойду сюда, потому что это мое родное, чем пойду туда, потому что я не знаю, это пришло из-за рубежа. Вопрос, к сожалению, да, наверное, мы не успеем уже сейчас на него ответить, но вопрос понятен. Вот меня бы очень заинтересовала ваша точка зрения, тем более, опять-таки, я вернусь к тому, что у вас огромный опыт работы, да, огромный опыт взаимодействия с этими самыми торговыми сетями. Уважаемые слушатели, еще раз напомню, Сергей Быковский, президент компании «Хенкель» в студии «Бизнес-класса». Сейчас мы с вами традиционно в это время придемся на новости, послушаем новости на «Финам.ФМ», а потом продолжим эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на «Финам.ФМ». Меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях сегодня Сергей Быковский, президент компании «Хенкель» в России. Мы говорим на тему рынка косметических средств, ну и средств для личной гигиены. Так, это будет правильно. Продолжим наш эфир. 6510-99,6, код «Москвы-495». Напоминание для вас, уважаемые слушатели, это телефон студии и адрес компании «Финам.ФМ». И вопрос перед новостями, Сергей, я сформулировал такой. На ваш взгляд, да, и вот чем обусловлено то, что в конечном итоге на первом месте сейчас ритейл отечественный, а не зарубежный? Для потребителей. Я поделюсь своими размышлениями, догадками. Может быть, наши торговые партнеры будут это объяснять как-то иначе. Первое – это быстрота. Второе – это нестандартное мышление. Не нужно кучковаться в Москве. Например. Или в Петербурге. А есть юг России. Есть регионы ближе к Уралу. Есть как минимум, да, одна замечательная сеть в нашем отечественном, которая с юга-то и начинала, и пришла в центр, уже имея базу, замечательную базу. Абсолютно верно. Зачем толкаться плечами, локтями, когда можно начинать там, где никто не мешает, и не пугаться того, что эти регионы, может быть, с более низкими уровнями дохода, но с потребителем, который будет крайне благодарен, если ему предложат достойный сервис, правильный ассортимент. Ассортимент, правильную цену. Ну, смотрите, вот зачем толкаться в Москве, допустим, плечами? Но, с другой стороны, если мы говорим о бизнесе, да, говорим о прибыли, что называется, может быть, там, обычная математика. Здесь я маленький кусочек завоевал, но, учитывая платежеспособность, учитывая, так сказать, Москва, все деньги России в Москве, когда принято говорить в таком случае, я все равно буду иметь там какой-то доход, да, там, высокий, не очень, но выше среднего. А если я поеду вот в провинцию, в регион, там все это надо с нуля, там денег нет у населения, как не зарабатывать? А вопрос в том, что вы хотите. Вы хотите иметь сегодня маленький доход и не очень понимаете, что вы будете делать дальше? Либо у вас есть некое видение. Плюс, ну да, Москва, здесь стоит аренда дороже, здесь люди стоят дороже. Возможно, здесь легче найти персонал, соглашусь, его сложнее найти в регионах. Но зато в регионах у вас будет более лояльный персонал, его у вас не переманят. Там нет конкурентов. Человек у вас работает, он не уйдет от вас так быстро. В Москве вам нужно удерживать людей, которые сегодня работают у вас, а завтра вы с ним встречаетесь. Мы испытывали такое? Сегодня вы ведете переговоры. Вот я с вами встретился сегодня в офисе одной компании, а завтра у меня встреча в офисе другой компании. И опять же я. И опять же вы сидите. Да, 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 согласен, согласен. Это проблема. Вернемся вот к этому сравнительному анализу. С вашей точки зрения прозвучала замечательная фраза «нестандартное мышление». В чем это выражается, нестандартное мышление? Ну, во-первых, небоязнь препятствий каких-то, способность не искать решения очевидные, которые лежат на поверхности. Вот мы говорили, бизнес можно делать только в Москве. Его можно делать не только в Москве, нужно идти в регионы, нужно развиваться там. Нестандартное мышление, вот компания, про которую вы вспоминали, розничная компания, она ведь начинала как дистрибьютор, как дистрибьюторский бизнес. В том числе она была и нашим партнером. Компания в какой-то момент решила, что нужно заняться чем-то другим. Перспектива за другим. Это было абсолютно правильное решение. Нестандартное мышление плюс отсутствие боязни. Было ли это риском? Да, конечно, это было риском. Я, российский дистрибьютор, стану теперь розничной сетью. А тут на рынок выходит одна международная компания, вторая компания. Я понимаю, что это мои конкуренты, это мои будущие конкуренты. И у них есть ноу-хау, годами наработанные. И у них есть деньги уже. И они придут к моему поставщику и скажут, ребята, вы с нами хотите иметь бизнес в Западной Европе? Да. Хотите, наверное. Вы, пожалуйста, здесь нас придержите. Да, да, да. Я хочу сказать, что люди, которые в таких условиях добиваются каких-то значимых результатов, просто они герои. Просто они герои. Такие сдвигаются горы. Это здорово. Это здорово. Дай бог, чтобы таких было больше. Сергей, вопрос следующий. Мы говорим о том, что компания иностранная присутствует на российском рынке, но в какое-то время она становится все более-более-более на ноги. И, наверное, не только импортирует, привозит то, что, конечно, реализуют здесь и за рубежа, но и основывает собственные какие-то производственные мощности. Вот в вашем случае это так? Естественно, это так. Так, часть нашей стратегии это производство на рынках, на которых мы работаем. Мы хотим быть ближе к потребителю. В этом очень простая логика. Партнеры от нас требуют гибкости поставки товара в заказанном объеме и точно в срок. Когда вы производите на рынке, это делать легче. Плюс есть другое рациональное объяснение. Мы находимся в рамках таможенных границ. Когда мы привозим товары за рубежа, мы вынуждены платить таможенные пошлины. Когда мы привозим в России, этой ценовой составляющей нет. Мы можем в том числе делать наш товар более доступным, в том числе и для конечного потребителя. Это очень важно. Мы производим в России, если говорить о косметической части нашего бизнеса, до 70% объема в штучном выражении. Мы здесь производим очень много. Мы производим все основные категории. Это аэрозоли, лаки для волос, дезодоранты, тафт, фа. Это наши шампуни, шаума, глис, саэс. — Я понял. А я продолжу, если позволите. Извините, может быть, я не совсем деликатен буду сейчас. Мы производим в России, говорит Ива. Все, что вы перечислили, вполне правдоподобно, вполне очевидно. И дальше я продолжаю. Мы производим в России, потому что здесь дешевле. Будет производство само по себе дешевле. — Потому что здесь выгоднее с экономической точки зрения. — Да, вот. Это действительно так. Здесь дешевле рабочие силы. Здесь дешевле, я не знаю, какие-то производственные мощности, может быть. Здесь дешевле... Что там еще можно в этом списке? В этот список включить. — Мне слово «дешево» не очень нравится. Оно несет в себе некий подтекст. Я бы сказал, здесь квалифицированная рабочая сила, она не всегда дешевле. Она не всегда дешевле. — То есть если сравнивать квалифицированную рабочую силу российскую и, например, европейскую, это один уровень. Примерно один уровень. — Это может быть один уровень, может быть разный уровень. Зависит, говорим ли мы об управленческих структурах, либо о производственных структурах. — Как минимум и те, и другие квалифицированы, вот это мне важно. — Здесь есть квалифицированный персонал. Его не так много, как хотелось бы, но он есть. — Так, хорошо. Об экономической выгоде. Слово «дешевое» уже больше не употребляем. — Экономически выгоднее, потому что здесь, условно говоря, персонал обходится выгоднее. Что еще в этом списке? Что здесь еще выгоднее? — Транспортные издержки выгоднее. Вопрос, везу ли я товар за лишние сотни километров и через таможенные границы, либо я товар доставляю через меньшие расстояния. — Ну это очевидно, да. — Здесь цикл производственного планирования быстрее. Если мы производим здесь, то мы быстрее реагируем на изменение спроса покупателей. Соответственно, мы поставляем товар в требуемом объеме и в требуемое время. — Я понял. — Гораздо лучше. — Ну и совсем, может быть, извините, неделикатный вопрос, но мне очень хочется от вас услышать комментарий. — Бытует мнение, что иностранная компания, производящая что-то здесь, даже не так, дело не в иностранной компании, давайте так, нечто производимое в России, причем это можно в разных отраслях, автопром тот же самый, приехал иностранец, здесь поставил завод и производит здесь какую-то марку. Так вот, все, что происходит в России, оно гораздо хуже, чем то, что производят за рубежом и потом ведут сюда. Это правда, во-первых, а во-вторых, опять, есть в этом логика какая-то? Почему так может быть? — Быстрый ответ на ваш вопрос нет, это неправда, но ответ да на вашу логику, логика в этом есть, потому что у этой логики есть история, мы все знаем, откуда мы пришли, с каким недоверием мы относились к качеству товаров, производимых в нашей стране. — В той еще стране, да, в Советском Союзе? — В Советском Союзе, да. — Я очень хорошо помню время, когда мы дискутировали в начале двухтысячных, а стоит ли на продукте, тогда еще законодательно это не предписывалось, делать этикетку с переводом на русский язык. Потребитель сразу подумает, что это сделано в России, и его ужас перестанет верить в качество. — Не перестанет покупать, а по-русски написано, все это где-то в подвале сделали. — Ну на самом деле потребитель-то голосует иначе, объемы продаж растут, значит, потребитель убедился в качестве, если бы не был доволен качеством, значит, не покупал бы. У нас на каждом продукте есть телефон горячей линии, если у потребителя есть вопросы по качеству, по использованию, по применению, он звонит, и мы с этим очень серьезно работаем. Мы с каждым запросом критически очень серьезно разбираемся, но этот запрос не связан с тем, где произведен товар. Ведь мы глобальная компания, мы не можем... У Хенкель 170 производственных площадок по всему миру. Мы производим по всему миру, в том числе и в России. — То есть сложно сказать, да, что один и тот же товар произведен здесь, и он здесь лучше, здесь он чуть хуже, здесь он совсем никакой. — Если это один бренд, одно товарное наименование, то рецептура один в один. Для нас, к сожалению, большая проблема, то, что мы вынуждены порой импортировать сырье, потому что мы не можем в России для локального производства или ряд сырьевых компонентов, потому что мы не можем получить то качество, которое бы удовлетворяло наш запрос по производству, по стандартам качества. — То есть вы не можете получить то качество от своих местных партнеров, да? — От локальных поставщиков, да. Если локальный поставщик не предлагает нам то качество, которое соответствует нашим стандартам, то мы просто не покупаем это сырье. Мы его импортируем. Опять я вот с точки зрения бизнес-процесса. В этом случае, естественно, импорт существенно удорожает, да, конечный продукт. А если говорить о поставщике, который не справился, с ним что происходит? Он меняется на другого. Либо мы с ним просто не заключаем контракт, он не поставляет нам то, что он должен поставлять. Те, с кем у нас есть контракты, поставляют нам то, что нам нужно. Естественно, мы постоянно контролируем качество поставок. Ну, в любом случае, да, ответ на свой вопрос я получил. Даже вот этого короткого нет, хотя огромное спасибо, что вы и расшифровали, да. Короткого нет было бы достаточно. То есть это обывательское мнение все-таки оно не отражает действительность, да? Оно отражает мнение некоторых обывателей, но их меньшинство. Ну, хочется верить в это, хочется верить, что их меньшинство. И более того, хочется верить, что даже сейчас, если кто-то из них и слушает нашу программу, то он все-таки свое мнение поменял бы, потому что, ну, понятно, да. Вот сегодня Сергей у нас судит. Пусть он обратится ко мне и получит от меня образцы нашей продукции. Непосредственно, да? Ну, это было вообще замечательно. Это было бы вообще замечательно. Так, мы совсем опять не успели, но давайте вопрос задам. Мы в следующей части, к сожалению, в последней уже части нашего эфира, обсудим еще несколько вопросов. Вот один из них мне очень хочется услышать от вас. Какие сложности стоят, да, перед участниками этого рынка? Ну, опять-таки, наверное, с точки зрения, что этот рынок в России находится. Сложности именно вот там, я не знаю, с точки зрения производственной сферы какой, с точки зрения сбыта, с точки зрения, кстати, профессионалы, да, вот те, которые работают в вашей компании или у ваших партнеров, эти профессионалы, они где получились профессионалами? Вы привезли их из-за рубежа или вы набрали, да, наших соотечественных и научили их? Или они пришли готовыми профессионалами уже? Наверняка таких в меньшей степени, да, меньшее количество, потому что никто профессионалов не готовит в России. В нашей компании в России работают две с половиной тысячи человек. Мы большая организация, и из них только девять, это так называемые экспатриаты. То есть сотрудники, которые приехали из-за границы для того, чтобы здесь обучить, передать опыт, отработать ограниченное количество времени. И вернуться. И изначально, с момента, как Хенкель вышел на Россию, роль экспатриатов рассматривалась именно как роль менторов, и их конечной задачей была подготовка для себя преемников. То есть считалось, что экспатриат хорошо справился со своей работой, если он не только реализовал свой функционал. Я понял. Сергей, простите, ради бога, сейчас мы послушаем новости на финал. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира. К сожалению, быстро летит время. Продолжим мы наш разговор о рынке косметических средств в России. В гостях сегодня Сергей Быковский, президент компании Хенкель в России. Ну и прервались мы на новости, ушли. Сергей рассказывал о том, как появляются профессионалы этого рынка. Рынка, в частности. Сначала все-таки это экспаты, так называемые, которые здесь готовят себе замену. Ну только небольшая доля экспатов. Естественно, экспаты это не наше все. Очень важно, да, очень важно подготовить замену. И для компании работа с талантами, работа со следующим поколением менеджеров является очень большим приоритетом. И вот одним из вызовов, вы назвали сложность, я бы предпочел говорить скорее о вызовах. Очень важно понимать, кто в компании займет лидирующие позиции через следующие 2-3-4 года. Этих людей нужно готовить, они не возьмутся ниоткуда. У нас есть очень продуманная, серьезная программа по развитию персонала, по обратной связи, по идентификации компетенций сильных сторон и развитию, укреплению этих сильных сторон. Отвечая на предыдущий вопрос о тех вызовах, с которыми мы сталкиваемся, но есть группа вызовов, которые, наверное, универсальны. Для любого бизнеса имеется. Для любого бизнеса, я бы даже сказал, для любого региона. Один из основных вызовов это завоевание потребителей, новых потребителей. Я уже говорил о том, что Россия сложившийся, развивающийся рынок. У нас уровень проникновения косметических категорий вполне сопоставим с Западной Европой. Точно такой же процент людей моет волосы шампунем. Мы хотим, чтобы они делали это шампунем Шаума, Грискур или Сайс. Каждая вторая женщина красит волосы точно так же, как в Западной Европе. То есть вот белых пятен на рынке практически нет, потребитель охвачен. И завоевывать потребителей приходится в очень жесткой конкурентной борьбе. Я тоже подумал о том, что потребитель, он же не бесконечен, конечно, извините уже за савтологию. То есть он в какой-то момент его все меньше, меньше, меньше. Либо вы создаете новую потребность, создаете новые сегменты. Вы в нем первый, как мы сделали с нашим брендом Сайс. Доступный профессиональный уход. Этого сегмента не было в России. Мы его создали, и мы на этом рынке были одиноки. Были одиноки почти два года, но мы этот рынок сумели очень серьезно занять. И потом стали подтягиваться. Остальные, когда они поняли, что этот рынок есть, и на нем можно очень неплохо себя чувствовать. Другой вызов, это, естественно, завоевание торговых партнеров. Мы уже говорили, что взаимодействие с партнерами, это непростой процесс, который требует массы изобретательности, инновативных подходов. Вызов, это, естественно, обеспечивать рост на рынке, который уже так легко этот рост не отдает. Это технологии, процессы. Ну, то есть, если говорить о перспективах рынка в целом, да, то, наверное, можно даже аналогию такую провести. В свое время Китай, да, вот в начале 90-х, наверное, да, когда мы стали за ним пристально следить, он показывал двузначные темпы роста, вот с точки зрения экономики. А потом, конечно, продолжал расти, и сейчас продолжает расти. Но, знаешь, цифры уже не появляются по объективным причинам, да, потому что, так сказать, наелись, что называется, уже утоптали, и рост продолжается, но продолжается уже гораздо более скромнее. Вот в этом смысле, наверное, можно, да, аналогию провести и к российскому. Можно, естественно, провести аналогию. Рынки становятся более зрелыми, более сложными. Но рост возможен, опять же, за счет выхода в новые категории или создания этих новых категорий. То, что мы и делаем как бизнес. Выход возможен за счет того, что вы предлагаете более лучший сервис вашим торговым партнерам. В этом году мы открываем производство строительных смесей на юге России. Регион, где много строится. И мы хотим быть ближе к тому рынку, где есть высокий спрос на строительные материалы. То есть есть масса возможных способов генерировать рост за счет тех возможностей, которые дает рынок. Вызов специфический российский рынок. Это, конечно, гигантская география. Я уже говорил об этом. Это инфраструктура. Сложно возить товар зимой. Сложно возить на Дальний Восток. Мы отправляем товар из Москвы. Он через три недели на Дальнем Востоке. А вы хотите запустить продукт одновременно по всей стране, к примеру. Совершенно верно. Это масса параметров, которые нужно учитывать. Вызов России — это наличие талантов. Их легче найти в Москве, их легче найти в Санкт-Петербурге. Их сложнее найти в других городских центрах. Они там есть. Но доступ к этим талантам ограничен, потому что их хотят все, не только наша компания. Кстати, разговор о талантах. Известно, что российская земля всегда талантами славилась, всегда ценилась за это. С этой точки зрения у вас взгляд в перспективу. Как вы думаете, эта ценность русской земли не исчезла? Сейчас сложные времена, мы все говорим, ругаем систему образования. Ну, что мы только не ругаем, боже мой. Все у нас разваливается, все у нас потеряно. Даже уже сравниваем ностальгически, вспоминая Советский Союз. Вот там, несмотря на все остальное, там же было вот это, и вот это, и вот это. Как вы с оптимизмом все-таки смотрите в будущее? Ну, я уже сказал, что российский рынок учит оптимизму. Безусловно, у нас есть таланты. Я хотел бы, конечно, обойтись без пафосных слов, просто приведу один простой пример. Вот у нас есть такая программа, как Henkel Innovation Challenge. Это программа для студентов российских вузов. Мы приглашаем, мы отбираем вузы, которые для нас интересны по всей России, и предлагаем студентам поучаствовать в соревнованиях. Они проходят ряд этапов. Собственно, от них требуется простая вещь. Придумать продукт под одним из брендов Henkel, будь то Fa, будь то Shauma, будь то Persil, будь то Ceresit, который будет крайне важен на рынке через 50 лет. Причем сознательно именно через 50 лет. Через 50 лет. Миром и бизнесом не управляет тот, кто не мыслит далеко. Не на 5, не на 10 лет, а через 50 лет. Это очень интересная бизнес-игра. И вот в этом году финал был в Шанхае, и на финал приехала российская команда. Ребята из одного санкт-петербургских вузов. Они очень достойно выступили. Им досталось второе место. Они страшно переживали, потому что они сказали, и мне тоже этот подход крайне импонирует. Для нас другого, кроме первого места, не существует. Это здорово. Они боролись за первое место, но они добились своего второго места в очень серьезной конкурентной борьбе. И поскольку я эту команду готовил, я тоже внутренне не согласен даже с этим вторым местом. Но это игра. Понятно, что в любом соревновании есть первый, второй, третий. Но те идеи, которые продемонстрировали ребята, то, как они их представили, то, как они сражались за это, мне кажется, говорит об очень высоком потенциале. Это один пример, но он действительно внушает оптимизм. Да, замечательный пример. Сергей, если не сложно, вот мне очень понравился вот этот подход, задача, которую вы ребятам ставили, действительно придумать некий продукт, который потребуется через 50 лет. Но через 50 лет ведь и жизнь может существенно поменяться, она может абсолютно не походить на ту, которая сейчас. И, соответственно, задача-то стратегическая. А какие вообще продукты будут тогда? Как это решается? Откуда это берется вообще, эта идея? Вот мы в конце прошлого года анонсировали свою стратегию до 16-го года. На следующие 4 года эта стратегия является производным от понимания тех трендов, которые сейчас определяют мировое развитие. Например, один из трендов глобализации, просто как маленький пример. Либо значимость, критичность информации, быстрые изменения. Точно так же и студенты мыслят. Они идут от трендов, которые будут влиять на мир, на окружающую среду через 50 лет. Я думаю, эти тренды крайне очевидны. Это недостаток ресурсов, ограниченность ресурсов. Это дефицит времени, это повышенный стресс. Какие должны быть продукты, чтобы отвечать на эти вызовы, соответствовать этим трендам? — Кстати, наверняка в большой степени в решении этих задач участвуют современные высокие технологии. Компьютеризация, интернет, социальные сети. Вот это как-то тоже было отражено, я так думаю. — Да, 100%. Но я всегда привожу очень простой пример. Наверное, у вас тоже есть устройство, в которое нужно тыкать пальчиком. Там не нужно никаких кнопочек. Когда оно появилось на рынке? Сейчас я вам скажу. Оно появилось на рынке, дай бог памяти, ну лет пять назад, наверное. Мне кажется, даже меньше. Как бы не три года назад. Вот этот тренд тогда конкуренты этой компании не распознали. — То есть они были пионерами, да? Они нечто новое предлагали. — На тот момент рынок ноутбуков был в сегменте портативных устройств, лидирующих. Сейчас этот рынок стагнирует. Компании, которые не предложили решений, аналогичных решений за этот короткий период, они просто ушли с рынка. И вы знаете ряд крупных производителей, в том числе американских, компьютерной техники, которые уже компьютерную технику не производят. Она была продана китайцам, и они просто вышли из этого бизнеса. Возможно, по ряду других причин и так далее. Но они не ответили вовремя на тот тренд, не почувствовали его. Или, можно сказать, не создали. — Вот, я тоже, если об этом разговаривать, мне так кажется, что, может быть, некого тренда-то еще и не было, то, о чем мы говорим. А в конечном итоге это носилось в воздухе, что ли, какая-то мысль об этом, идея об этом, навеянная книгами фантастики или какими-то телевизионными киношедеврами. Потому что там это уже как-то на ощупь все, достаточно давно. И нашелся человек, нашлась компания, которая воплотила это в жизнь. И бог, революция, революция. И все, вектор резко смещается. — Да. — Вот это примерно то же самое, да, мы можем говорить, если прогнозить. — Так быстро все меняется. — Да, да, да. — Так быстро все меняется. — Вот мы можем пофантазировать, чтобы стирать белье, нужна вода и стиральная машина. А нужна ли вода и стиральная машина, чтобы стирать белье? И, соответственно, моющие средства. Либо есть другие средства. Вы можете использовать ультразвук, чтобы очищать белье. — Да, да, да. — Для нашей компании это вызов? — Безусловно. Я даже дальше уже начинаю фантазировать. А нужно ли белье вообще, да, через какое-то время? Да, может быть, и это за ненадобностью отпадет. — Но это уже не про наш бизнес. — Очевидно, очевидно. Да, ну, фантазировать дело хорошее, но вернемся опять на грешную землю. Буквально два слова, да, о каких перспективах развития рынка в России все-таки вы на ближайшие пять лет видите? — Рынок имеет хорошие перспективы. Это будет непростое время. Не будет роста, который мы получим даром, который сам собой произойдет. Придется очень много работать бизнесом, придется работать над массой деталей, над исполнением, чтобы реализовать этот рост. Если мы взглянем на тренд, который происходил последние пять-шесть лет, то многие показатели, макроэкономические показатели объективно улучшились. У нас сократился уровень инфляции, он был совсем недавно двузначен. Сейчас это однозначный уровень инфляции. У нас сократился уровень безработицы. — Сергей, к сожалению, времени нет. Спасибо вам огромное, что нашли время сегодня посетить нашу студию. Сергей Быковский, президент компании «Хенкель» в России, был сегодня в эфире «Бизнес-класса». Спасибо огромное, уважаемые слушатели, спасибо за внимание, успехов в «Бизнесе».